Беверин Андер Лехт в этом туре отправился в гости к Вестерло, команде, которая очень много пропускает в этом сезоне. Ну и, конечно, другие команды продолжают борьбу за место в первой шестерке. Продолжение следует... Динка интересно будет посмотреть еще раз, поскольку довольно занятным он получился. Вестерло действовал, в принципе, в довольно привычной для себя манере. Команда много пропускает, но при этом и на атаку играть старается. Но на седьмой минуте очередная ошибка в обороне и лучший бомбардир чемпионата. Лукаш Теодорчик забивает после паса Юрия Телеманса. Перехватили мяч на половине поля соперника. Футболисты Андер Лехт, они довольно неплохо это делали с самого начала игры. И Телеманс расчетливо выполнил пас на Теодорчика. Не дотягивается Хейлин в штрафной площадке до мяча. Футболисты арендованы как раз у Андер Лехта. Напомню, что в первом круге Андер Лехт проиграл Вестерло на своем поле со счетом 1-2 и Хейлин один из мячей забил. Десятая минута. Андер Лехт мяч контролирует. Ошибка в простой довольно ситуации. Тут же Вестерло организовывает свою атаку и добивает мяч в ворота Карл Стронберг. Набежал Хенкинс, пробил. Букс его удар отразил, но уже никто не мог помешать шведскому фороду мяч переправить в ворота. 1-1. В этой ситуации словно решил Андер Лехт посоревноваться с соперником по глупости ошибок, допускаемых в обороне. Но проходит лишь 5 минут. Тилеман снова ассистирует Николая Станчу. Автор этого гола. Подача со штрафного. Очень эффектный удар головой нанес. Румынский полузащитник. 2-1 в пользу гостей. Один из самых эффектных голов, забитых в этом туре. Кипчево отдает на Станчу. Отражает удар Ван Ланген Донг. Один из моментов, созданных в середине тайма Андер Лехтом. Но это уже 45-я минута. На фланге прорывается Теодорчик. Входит в штрафную площадку. Отдает он мяч на Кипчево. Тот придержал, дождался подключения Дендонгкера. Пас в своевременную штрафную. И четкий удар в дальний угол. 3-1. По итогам первого тайма. Очень хорошее подключение Дендонгкера. Не успели позиции толком занять. Футболисты Вестерлоу в своей штрафной. И команда Рене Вайлера увеличивает преимущество в счете. Второй тайм начинается. 49-я минута. Апе выполнял подачу. Выбивает Милитич не очень далеко. Затем у Бюинца. Отобран мяч. Телеманс слева начинает смещаться в центр. И наносит удар в ближний угол. Застал он врасплох. Ван Лангендонгкер как будто реагирует. Но до мяча не дотягивается. И к двум результативным передачам, сделанным в первом тайме, во втором, добавляет еще и точный удар Юрий Телеманс. 4-1. На 49-й минуте поединка. И на 49-й минуте поединка. Существенное преимущество. Возможно, это повлияло на то, как действовал затем Андерлейф. Но у Вестерло стали шансы появляться для достаточно содержательной и активной игры впереди. Тем более, что в этом матче неплохо проявил себя Сильвер Ганвула. Да и другие футболисты группы атаки, тот же Странберг или подключавшийся в глубины Хенкинс, действовали достаточно активно. Ганвула мяч получает на правом фланге. Входит в штрафную площадку и наносит удар в нижний угол. Несмотря на то, что команда находится внизу турнирной таблицы, Сильвер Ганвула хорошо себя проявляет в этом сезоне. Вот здесь поскользнулся у штрафной площадки Андерлейфа Урыш Спайч. Это, конечно, позволило Ганвула войти в штрафную, но еще нужно было удары тут нанести и попасть в угол. 77-я минута. Навес слева. Мяч в штрафной площадке у Дюнса. Букс отражает его удар. Были затем довольно интересные атаки Вестерлу, после которых мяч мог оказаться в воротах, но все-таки 4-2 окончательный счет этого поединка. Андерлейф продолжает свою победную серию. Зелтэр против Мукрона. Так же, как и в Астенде, довольно сильный был туман, который в какой-то степени повлиял, конечно, на развитие событий. Дмитрий Мохаммед отдает назад, обрезается он, но Мбайлиев не смог в ворота попасть, перебрасывая голкипера. А вот во втором тайме, на 49-й минуте, капитан Зелтэ забивает свой восьмой мяч чемпионата. Сандер Копман головой на него перевел. Судя по повторам, все-таки Сенегалец в офсайде, но Лайнсмэн в тумане этого, возможно, и не разглядел. Могли свое преимущество увеличить хозяеву поля, но отличную реакцию продемонстрировал в этом эпизоде галкипер гостей Делоч. Дерби в восточной Фландрии. Довольно быстро в этом поединке хозяева смогли момент создать. Удар наносил Эрдитерки. Игорь Калинич мяч переводит на угловой. И снова голкипер блестяще действует. Тут Марич пробивает с близкого расстояния. Но Калинич среагировал очень здорово. Здесь же на выходе чуть нечетко действовал хорватский голкипер. Партнеры помогли. А теперь уже в ноги де Суттеру бросается Калинич. Для того, чтобы остановить один удар. И отражает после этого ударку на Персонса вратарь Гента. Тибо Десмет, защитник гостей, получает красную карточку в этом эпизоде. Правда, численным своим преимуществом Локерин так и не смог воспользоваться. Более того, получил травму Киллиан Офер-Мейри, капитан Локерин. И стало известно, что он пропустит минимум три месяца. Так что сезон до него практически закончен. Генк против Кортрейка. Без Лиана Бейли Генк вышел на этот матч. Но очень мощно в атаке отыграла команда. Отсутствие ямайца абсолютно не сказалось на потенциале Генка. Открывает счет в этом матче Сибис Храйверс. Не лучшим образом, конечно, галкипер действует в этой ситуации. Сифакис прямо перед собой мяч. Отбивает после удара тематика Станя. Марка Биза, галкипер-хозяев. Травму получает вот в этом эпизоде. Лишь восемь минут было сыграно. И место в воротах занял Нордин и Якерс. И ему довелось свое мастерство несколько раз продемонстрировать. В этом эпизоде Саади угрожал воротам Генка. Но, конечно, больше атаковали хозяева. Вот в этом эпизоде Саади пробивает лучший ворот. Но затем он ассистирует Ване Саматте. Канзанийский нападающий забивает. А для Саади это восьмой результативный пас в чемпионате. Второй тайм. Леандро Троссар. И за пределом штрафного бьет поворотом Кортрейка. В руки галкиперу мяч пролетел. Спустя пять минут все же забивает Генка. Очень эффектный удар нанес Алекандро Песуэло. Пятый его гол в чемпионате. Главой Генка на восемьдесят второй минуте. Сама-то пробивает в падении попал мяча в штангу. Затем кое-как отбились футболисты Кортрейка. Ну, со счетом 3-0 заканчивается матч. Восьмое подряд поражение для Кортрейка. Далее в нашем обзоре фрагменты матча с участием Брюгге. Также посмотрим, как Астейн доиграл против Шарль-Руа. И матч Ойпен Стандарт. Синтрейден против Мехелина. Лишь три минуты было сыграно в этом матче. И хозяева уже смогли создать опасный момент. Игорь Гатакелли входил в штрафную. Эдин Коколич успел ему помешать. Еще три минуты проходит. И уже Мехелин мог отличиться. Но в штангу попал мяч. После этого хитрого удара Александра Биелицы. 11 минут позади. Витакелли. Бьет из-за пределов штрафной. И мяч оказывается в сетке. 1-0 в пользу Синтрейдена. Мехелин пропустил. А спустя пару минут остался еще и в меньшинстве. Урыш Витас был удален. Вторая желтая для защитника Мехелина. Вот так быстро в этом матче две карточки получил Урыш. 23-я минута. Димитрес Коловоз. Форвард Мехелина. Пытался пробить, но получился пас на Николя Верде. И француз отличился в восьмой раз в этом чемпионате. 1-1. Еще один момент, созданный в первом тайме. Витакелли. Наносил удар. Голкипер отразил. Но затем уже Коземанс ничего не мог поделать. Стеф Петерс направлял мяч в пустые ворота. 2-1. В пользу Синтрейдена. Во втором тайме Коземанс еще несколько раз выручал свою команду. В этом эпизоде, например, Иоанн Бали угрожал воротам. Это 80-я минута. А на 89-й Витакелли мог отличиться. Но он голкипер удар его отразил. Тем не менее, Мехелин уступает. В этом матче уже в третьем туре подряд Мехелин не побеждает. Астенде против Шарли Руа. Еще один матч, который мы полностью показывали в этом туре. Был туман в Астенде. И ее буквально где-то минут лишь за 40-45 до начала поединка. Окончательно арбитр принял решение о том, что матч все же состоится. Ну и, в принципе, в первом тайме особых сложностей не было. Погущий был туман уже, наверное, все-таки после перерыва. Довольно быстро открыт был счет в этой встрече. Красивая комбинация Шарли Руа. И забивает Хамди Хербуи. На второй минуте мяч оказался в сетке ворот. Справа передачу выполняет Маринос, защитник гостей. И очень хорошо Кристиан Бенавенте. Мяч пропустил на девятого номера. Посмотрим еще раз эту комбинацию. Именно Хамди Уи отдает мяч Мариносу. Оставляет мяч партнеру Бенавенте. И безукоризненный удар в дальний нижний угол. Огорошил этот гол Астенде. В первом тайме команда Ивана Андерхаги не очень была на себя похожа. Все-таки вот остался Франк Берье в запасе. Остался в запасе Эль Генаси. И несмотря на все старания этих игроков, которые вышли в стартовом составе, Астенде не очень удалось остроту создавать ворот соперника. А Шерлева забивает еще раз после паса все того же Маринос. Эффектный удар оносит Бенавенте на 29-й минуте. Отличная контратака. На этом фланге довольно много было в обороне проблем у Астенде в первом тайме. Маринос регулярно подключался. Достаточно быстро один мяч отыгрывает Астенде. Йонг Херри. Очень красивый удар нанес. 1-2. На 87-й минуте вот такой момент у Астенде. Ну, нам, конечно же, немного показывают фрагментов второго тайма. Вышел Эль Генаси. Появился Берье. Эль Генаси очень серьезно усилил другую команду. Именно он удар на силу в этом эпизоде. Но и в других моментах хорошо обострял Эль Генаси. Шарли Руа уже больше, конечно, рассчитывал на то, чтобы счет удержать. И в конце концов команде Фелис и Манзу это удалось. Довольно важная победа для Шарли Руа. После трех подряд поражений. Она одержана. Генаси. 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 Ойпен против льерского стандарта Исключительный матч Тура Который в четверг прошел Без одного из лучших своих игроков Хенри Аникуру Вышел Ойпен на этот поединок У стандарта Резван Марин Румынский полузащитник был В стартовом составе Новые футболисты появляются Или кто-то уходит Например, Требель ушел в андреле Расчет, конечно, в таком матче Прежде всего на тех, кто играл И играл хорошо с начала сезона Исаакбль Фадиль забивает на третьей минуте Счет открыт после подачи Марина Не было, конечно, положения вне игры в этом эпизоде Аккуратный удар головой Алжирского нападающего И повели футболисты Стандарта в счете Седьмая минута Атакует Ойпен Кассес финтит штрафной площадки Отбрасывает он мяч назад Здесь хороший маневр совершает Амани Пробивает он в штангу Выход один в один У Силуа Бьем... 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 Простреливает справа в штрафную площадку Удар из-под защитника Аносит в борьбе с соперником Бенита Роман Но реагирует Ван Кромбрюхе 33-я минута Теперь уже перекладина Гремит после удара Орлан Дуса Кромбрюхе уже Не помогал бы никак своей команде В свои ворота срезает мяч Лаифис Получает мяч в штрафной площадке 18-летний Жан Тири Лазар Амани Судя по всему, удар выполнял все же его арийский футболист Давайте еще раз на повторе посмотрим Хороший навес фланга Под удар соперника ногу подставляет Лаифис Автогол получается 65-я минута Сила выходит один в один И на этот раз уже не успел никак же ей не помешать Точный удар После которого Хозяева вышли вперед Десятый мяч Забивает в этом чемпионате Мамаду Сила Очень уверенная работа Сенегальского нападающего Отметим также Передачу от Блонделя 89-я минута Шольц длинный выполняет пас Ну и вот что приключается здесь Мяч, казалось бы, летит в руки галкиперу Тут появился Галкиперу Тут появился Дельфадиль И нанес удар Кромбрюхе Рассказывает суде о том, что Чуть ли не С губным нарушением правил Дельфадиль Наносил этот удар Но смотрим еще раз Мяч Не в руках у Кромбрюхе Он его не успел коснуться Проспал сам галкипер Так же, как, в принципе, и Находившийся неподалеку от него Хакенберг А Блонделя Абельфадиль Свой шанс не упустил 2-2 И вот так обидно Ойпен упускает Победу в этой встрече Реакция наставника хозяев Вполне объясним Итак, по итогам 23-го тура Брюхе сохраняет лидерство Опережая на 2 очка Андерлехт и на 3 Зюлте Шарли Руа 37 очков набрал Продолжит команду борьбу за место В первой шестерке Шарли Руа играть против Зюлте Уже в следующем туре Кортрейк принимает Локерин Брюхе в этом туре На выезде сыграет с Гентом Очень интересный матч Так же, как, безусловно, и поединок Между Андерлехтом и Стандардом Астенде отправляется в гости к Сентрёйдену Ну а теперь 3 лучших гола этого тура Начнем мы с удара Алехандро Пусуэло В матче Генг-Кортрейк Игорь Витакелли Очень неплохой матч провел За Сентрёйден и забил Эффектный гол Ворота Мехелина Косе Искерда Принес победу Брюхе В матче против Беврина На этом мы заканчиваем нашу программу Всего доброго Принес победу Брюхе Субтитры создавал DimaTorzok Принес победу Брюхе Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...